Сезон продажи бахчевых еще не наступил, а на прилавках городских магазинов и рынков уже появились арбузы. Мы решили выяснить, не рано ли в Ноябрьске начали торговать полосатыми ягодами, и можно ли их есть, не опасаясь за здоровье. А заодно мы проверили предпринимателей на добросовестность. В частности, есть ли у торговцев документы, подтверждающие пригодность и безопасность товара. Подробности в рубрике «Народный контроль». В качестве объектов для проверки мы выбрали три торговые точки в разных частях города. В первую очередь отправились на один из городских рынков. Успели вовремя, как раз подвезли свежую партию арбузов. Эти полосатые красавцы в Ноябрьск прибыли из Казахстана. Как говорят продавцы, в это время арбузы самостоятельно, то есть без мешательства людей, поспевают только там. А вот для бахчевых из Астрахани пока рановато. Хотя, заверяет хозяин торговой палатки, по вкусу казахстанские ничуть не хуже. Сейчас, в конец июля, не рано еще для арбузиков. Смотря какой страны, Казахстан, если брать Узбекистан, не рано. Например, если брать Россию, Астрахан, Волгоград, рано, потому что у них еще не дозречь. С документами здесь все в порядке. Письменное подтверждение того, что полосатые ягоды можно смело употреблять в пищу у продавцов на руках. На заметку покупателям, такие бумаги должны быть абсолютно у всех, кто торгует овощами и фруктами. На рынках контроль за продукцией осуществляется ежедневно, потому, по мнению специалистов, арбузы и дыни, купленные здесь, на все 100% безопасны. У них должны быть декларации или сертификации соответствия, подтверждающие, что продукция является промышленной выработкой. Если эта продукция не промышленной выработки, она подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе в обязательном порядке. Ведсанная экспертиза на сегодняшний день проводится непосредственно только на рынках, вне рынках, в ларьках, в магазинах, в каких-либо других палатках не осуществляется. Контроль на сегодняшний день осуществляется только на рынках, высококвалифицированными специалистами ежедневно. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, в том случае, если продукция соответствующая безопасности и качеству, выдается документ, подтверждающий о том, что проведена ветеринарно-санитарная экспертиза, проведены дополнительные лабораторные исследования. И данный документ подтверждает о том, что продукция безопасна в ветеринарно-санитарном отношении и может быть использована в пищу людям. Что касается точек стихийной торговли, то здесь все несколько иначе. Проверять их у надзорных органов нет никаких оснований. Хотя многие предприниматели сами проявили инициативу. Партию арбузов в этой уличной палатке, судя по документам, тоже проверили специалисты. А в третьей по счету и в последнем нашем списке объектов точки мы не только оценили внешний вид арбузов, но и сняли пробу. Давайте попробуем, как он, на вкусовые качества. Кстати, очень сладкий. К слову, специалисты уверены, покупать арбузы в такое время года можно смело. Главное убедиться в том, что продавцы соблюдают все требования закона. Арбузы продаются, конечно, у нас на рынках, уже поступили в город, они давно к нам поступают. Естественно, арбузы проверены, их можно кушать и не бояться. Во-первых, уже естественно тепло и естественно созревание арбузов произошло. Поэтому к нам они поступают в созревшем уже виде, недозревавшие, созревшие. Так что можете кушать. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города.